Библейский портал экзегет.ру представляет Поздние греческие вставки. Поздние не значит подложные, ненужные, фальшивые, но это явно истории про другое. Вот книга Даниила довольно цельная, а в приложении к ней две маленьких истории про мудрость Даниила. 13 глава «Сусанна и старцы», пример того, как двое стариков захотели обладать молодой женщиной, она им отказала, они ее ложно обвинили и осудили на смерть, а Даниил подловил этих стариков на нисхождении в показаниях и в результате женщину оправдали. Такая бытовая история немножко фривольная, а 14 глава как раз история, похожая больше на остальные главы этой книги, и она вот о Данииле именно как пророке Бога. Здесь хронология вообще в книге не соблюдается, вот там он был молодой в 13 главе, и здесь он уже вполне зрелый муж при Кире Персидском. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир Персиянин принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Ну, это Кир Великий, который как раз взял Вавилон. И, соответственно, это не упоминается, но явно уже Вавилон захвачен Киром, и все идет вот по вавилонским обычаям, но во главе с персидским царем Киром. Был у Вавилонин идол по имени Вилл, но синодальный, так его называют, вообще Белл, Белла, главное божество Вавилонин, и сдерживали на него каждый день 20 больших мер пшеничной муки, 40 овец и вина 6 мер. Ну, для сравнения, в Иерусалиме Господу приносится одна овца, один барашек утром и вечером, мука и вино там в небольших количествах тоже. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему. Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь, почему ты не поклоняешься Виллу? Он отвечал, потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю, и владычествующему над всякой плотью. Царь сказал, не думаешь ли ты, что Вилл не живой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? Ну, то есть ему приносили жертвы. И Даниил, лгнувшись, сказал, не обманывайся, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил. Тогда царь, разгневшись, призвал жрецов своих и сказал им, если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне, что съедает это Вилл, то умрет Даниил, потому что он произнес хулу на Вилла. И сказал Даниил царю, да будет по слову твоему. Жрецов Вилла было семьдесят, кроме жены и детей. Пришел царь с Даниилом в храм Вилла, и сказали жрецы Вилла, «Вот мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и налив вина, запри дверь и запечатай перстнем твоим. Если завтра утром ты придешь и не найдешь, что все съедено Виллом, мы умрем». Или Даниил, который солгал на нас. Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потайной вход, и им всегда входили и съедали это. Когда они вышли, царь поставил пищу пред Виллом, а Даниил приказал слугам своим, они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и выйдя, заперли двери, запечатали царским перстнем и отошли. Жрецы же по обычаю своему пришли ночью с женами и детьми своими и все съели и выпили. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним, и сказал, целы ли печати Даниил? Он сказал, целый царь. И как скоро отверены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул громким голосом, велик ты, Вилла, нет никакого обмана в тебе. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал, посмотри на пол и замечь ей это следы. Царь сказал, вижу следы мужчин, женщин и детей. И разгневшись, царь приказал схватить лицо в женах и детей, и они показали потайные двери, которыми они входили и съедали, что было на столе. И тогда царь повелел умертвить их и отдал Виллу Даниилу, и он разрушил его и храм его. Вот такая притча, знаете, а я дам толкование, которое когда-то в моей юности мне отдала одна простая женщина из маленького городка, я тогда в армии служил. Она сказала, вот в Библии из книги Даниила там про Вилла. Вилла – это Владимир Ильич Ленин. Ну, я посмеялся, конечно, какой Ленин. А потом, я не читал еще к тому моменту эту книгу, а потом я прочел эту историю и подумал, а ведь очень похоже. Есть идеология, неважно сейчас, что это идеология, например, ленинизм. Ну, могут быть и другие. И есть жрецы этой идеологии. Вот эта идеология требует в себе жертвоприношения, но все съедают жрецы. И ровно в тот момент, когда люди понимают, что эта идеология кормит своих жрецов, а вовсе не делает то, что она обещает простому народу, вот в тот момент она, эта идеология погибает. Так, похоже, стало из коммунизма. Ну, 14 глава продолжается. «Был на том месте большой дракон, и Вавилоне не чтили его. И сказал царь Даниилу, не скажешь ли об этом, что он медь? Вот он живой, и ест и пьет. Ты не можешь сказать, что он Бог неживой, и так поклонись ему. Даниил сказал Господу моему, поклоняюсь, потому что он Бог живой. Но ты, царь, дай мне дозволение, и я умрешлю дракона без меча и железа. Царь сказал, даю тебе. Тогда Даниил взял смолы, жиры и волос, сварил это вместе, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниилу, вот ваши святыни». Вообще-то непонятная история. Что это за дракон? Получается, что он медный? И почему, если бросить ему в пасть комок такой смолы, жиры и волос, то он развалится? Непонятно. Возможно, речь идет о каком-то техническом приспособлении, что это была некоторая конструкция, и когда ему в рот там клали пищу, наливали вино, то там по каким-то трубочкам куда-то все стекало, как-то это все... Ну, механическая конструкция сложная. И Даниил просто ему забил вот эти вот его трубочки, вот эти его какие-то внутренние агрегаты комком из смолы, жиры и волос, то есть, ну, такое что-то, что не разрушится само по себе, там не размелится его жерновами, и, соответственно, все там крякнуло и развалилось. Может быть что-то другое, неважно. Но в любом случае интересно, что способность есть и пить является отличительной способностью живого от неживого. Правда же? Ну, так и есть. Живое, оно размножается, питается и умирает. Все, что не питается, не умирает и не размножается, все живым назвать невозможно. И поэтому вот представление этих людей о богах, да, им как бы нужно еще себя все время доказывать, что это боги. Такое язычество, которое одновременно не уверено в себе. Но это же оскорбление религиозных чувств в Вавилоне, да, это же что-то такое, чего нельзя прощать. Когда же в Вавилоне не услышали о том, сильно вознагадовали и восстали против царя, и сказали, царь сделал с иудеем, вилу разрушил, убил дракона и придал смерти жрецов. И придя к царю, сказали, предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой. Ну, чего-то не очень похоже, чтобы Кир Великий боялся своих приближенных, такое ощущение, это скорее притча, чем реальная история. В Персии не было, знаете, прямо как в Речи Посполитой, чтобы шляхтичи приходили и там смещали царей, королей. Нет, там была довольно жесткая восточная диктатура. Когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила. Ну, наверное, можно так понять, что он понял, что восстание неизбежно, и, ну, вряд ли они прямо в лицо ему это сказали. Они же бросили его в ров вины, и он пробыл там шесть дней. Повторение той истории, которая уже была, когда он сидел в львином рве. Во рве было семь львов, и давалось им каждый день по два тела и по две овцы, то есть по два тельца и две овцы. В это время им не давали их, чтобы они съели Даниила. Был в удее пророка вакуум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. А вакуум тоже известный персонаж, и вот здесь он упомянут, тоже такое чудо здесь описано. Но ангел Господень сказал авакууму, отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон, к Даниилу в ров львиной. А вакуум сказал господин Вавилон, я никогда не видел рва, не знаю. Тогда ангел Господень взял его за теми и, подняв его за волосы головы, его поставил в Вавилоне над рвом силой духа своего. И возвал авакуум и сказал, Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе. Даниил сказал, вспомнил ты обо мне Божьей и не оставил любящих тебя. И встал Даниил и ел, ангел же Божий мгновенно поставил авакуума на его место. Такая вот солидарность пророков. Ну, история, конечно, несколько сказочная, но так вот я говорю, что это добавление к книге Даниила, а не ее основная часть. Сразу видно другая стилистика, вот другой совершенно ход повествования. В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, и, подойдя к Орву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал, Велик ты, Господь, Бог Даниилов, и нет иного, кроме тебя. И приказал вон у Даниила, а виновников его погубления, бросить в ров. И они тотчас были съедены в присутствии его. Ну, это повторение, на самом деле, той истории про Даниила, только с добавлением Авакума, которая уже была в еврейской части этой книги. Ну, вот на этом завершается 14 глава, и вот эти два дополнительных эпизода, потому что финал книги, на самом деле, 12 глава, здесь такие примечания на полях. И в любом случае эти примечания, они скорее нам подсказывают, вот как пророк, действуя в жизни своего народа, действуя в жизни страны, где он живет, пусть даже не счастливый в Вавилонии, как он меняет вокруг себя мир. Так что это тоже, хоть и вставные, но не бессмысленные эпизоды.